Фрагменты из книги «Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год. От Боспорского царства до Тмутараканского княжества. Восточный Крым в V-XII веках». Основным памятником раннего средневековья для Керченского полуострова, оказавшегося в первых веках н.э. едва ли не главной на Крымском полуострове ареной бурных исторических событий, является бывший Пантикопей, на месте которого стоит современная Керчь. Как известно, Боспорское царство в конце IV века было разгромлено гуннами. Однако жизнь на его территории не прекратилась. Столица царства Пантикопей подверглась сильному разрушению, но быстрая жила и под названием Боспор в V-VI веках стала довольно значительным торгово-ремесленным городом, центром боспорской епархии. Необходимо отметить, что христианство распространилось на Боспоре, по-видимому, с IV века, но главным образом среди социальных верхов. К этому времени относится большинство из наиболее ранних найденных здесь христианских надгробий и склепов, с росписью, включающей христианскую религиозную символику, кресты, монограммы Христа, изображения голубей, павлинов, виноградных лоз и чаш. Ранне-средневековый Боспор. После гуннского нашествия город занимает лишь прибрежную часть античного Пантикопея. Прежний центр, акрополь Пантикопея на горе Митридат, становится христианским могильником. Уцелевшее сармато-алландское и греческое население бывшего боспорского царства расселяется в близлежащих от города старых поселениях. Поселения эти, благодаря торговле с кочевниками и, вероятно, со славянскими племенами Приднепровья, начинают вновь развиваться как ремесленные и торговые пункты. Через боспор в Константинополь идут дорогие меха и другие товары, искони, поступавшие с севера и северо-востока по древним караванным путям. Господство гуннов тяжело отразилось на земледельческом населении Керченского полуострова. Многие поселения, покинутые жителями, были разграблены и разрушены. В Византии, для которой боспор представлял им интерес как важный стратегический и торговый пункт, стремилась подчинить город своему влиянию. И в начале шестого века боспор признал политическую зависимость от Византийской империи. Боспоритяне в давности были автономны, но недавно подчинились царю Юстину, указывает Прокопий Кисарийский. Сперва Византия пыталась осуществить свои планы через гуннских правителей, но это оказалось ненадежным. Так при императоре Юстинуае I один гуннский царевич из племени Кочевавшего около Боспора принял в Константинополе христианство и стал служить византийцам. Когда этот ставленник империи начал переплавлять на монету золотых и слепых иглов, возмущенные соплеменники убили его, перебили византийский гарнизон и захватили Боспор. Для владения Боспором Юстинянам I пришлось снарядить военную экспедицию. Город был взят и включен в состав Византийской империи. На жителей Боспора, занимавшихся главным оборудом мореходцам, была наложена натуральная морская повинность. Они должны были поставлять в Византии суда, их оснастку и другое морское снаряжение. Боспор был превращен Юстинянам в сильную крепость. В окрестностях Керчи, на окраине поселка Оршинцево, где ведутся раскопки античной Теритаки, можно осмотреть остатки средневекового поселения и базилики V-VI веков. Поселения VIII-IX веков оставили свои следы на местах ряда античных городов и поселений Керченского полуострова. Например, возле села Ивановки, в 20 километрах к западу Керчи, где находился древний Илурат. Близ села Героевского, на мысу Эльтиген, у села Мысовой, на берегу Азовского моря. С целью закрепления своего политического и идеологического господства, Византия упорно насаждает среди покоренных язычников христианства. Языческая религия, требуя в основном формального соблюдения внешних обрядов, оставляла известный простор для мыслей, тогда как христианство духовно закабаляло человека. Требовало безоговорочного признания религиозных догм, слепой веры в божественность императорской власти и беспрекословного выполнения воли императора. В городах Боспора, Теритаке и других менее значительных местах строятся базилики. Своей монументальностью и роскошью, своим благолепием они должны были укреплять веру новообращенных христиан и воздействовать на сознание тех, которые еще не приняли новую веру. Архитектурные детали для украшения храмов, мраморные колонны, капители и т.д. в готовом виде привозились из-за моря. Например, мраморные капители и колонны трехнефтной базилики в Теритаке были доставлены сюда из каменоломен острова Проконесса. Еще в IV веке ремесленники Боспора изготовляли многочисленные украшения, в основном из серебра и бронзы, своеобразные по стилю и богато отделанные по золотой, вставными полудрагоценными камнями или цветными стеклами, фибулы, застежки для плащей, пряжки и т.д. В почве Гуннского разгрома ремесла Боспора пришли в упадок, но производство ювелирных изделий, более упрощенных, без драгоценных инкрустаций, главным образом литых пальчатых бронзовых фибул продолжалось в других местах Восточной Таврики. В VI-VII веках эти украшения были широко распространены среди славянских племен Приднепровья, что свидетельствует о тесных и разнообразных связях Южной Руси с Восточным Крымом уже в то время. В середине VI века в районе Алтайских гор и в степях Семеречья образовался союз кочевых племен, говоривших на тюркских языках, тюркский каганат, который вскоре распался на две части – западную и восточную. Западные тюрки вторглись в Среднюю Азию и, продвигаясь на запад, распространили свою власть до Северного Кавказа и степей Северного Причерноморья. В 576 году они перешли Керченский пролив, осадили и взяли Боспор, но через некоторое время отступили из-за внутренних раздоров. В 590 году Византия восстанавливает свою власть в Боспоре. Еще раз о Хазарах. В VII веке новый удар по городам и поселениям Восточного Крыма, ожившим было после гуннского опустошения, нанесло хазарское нашествие. Очень пострадал, но все же уцелел Боспор. Почти прекратились прежде оживленные сношения городов Таврики с районами Приднепровья и Приазовья. Все это сильно сократило ремесленное производство и торговлю и привело к экономическому упадку Восточного Крыма. На рубеже VII-VIII веков при императоре Юстиняне II Хазарский Каганат, как известно, вел борьбу с Византией за Крым. Но вскоре между Хазарами и Византией устанавливается союз. Они объединяются против арабов. Поэтому Византия, несмотря на захват Хазарами и ее владениями в Крыму, установила и поддерживала с ним в VIII-IX веках мирные отношения. Для того, чтобы подчинить их своим интересам, Византийская империя и арабский халифат пытались навязать Хазарам свои религии, христианство и мусульманство. Но Хазарская правящая знать, стремясь к независимости, предпочла иудейство, переняв его от евреев, появившихся в это время в Восточном Крыму и на Кавказе. Однако основная масса Хазар-кочевников по-прежнему исповедовала идолопоклонство, а среди оседлого Хазарского населения городов появилось немало христиан и мусульман. Коренное хазарское население в подвластных Хазарам городах Восточного Крыма пользовалось самоуправлением, поддерживая независимые торговые и церковные связи с Византийской империей. Именно в это время Сурож, сильно укрепленный и богатый город, приобретает значение важного религиозного центра. Так в VIII веке епископ Стефан Сурожский возглавил на Востоке Крыма движение против иконоборчества. Сурож, как и другие города Таврики, служил убежищем для иконопочитателей, преследуемых в византийских владениях. Это может рассматриваться как свидетельство его политической независимости от Византии. Вторжение Мадьяр на территорию западных областей Хазарии на рубеже VIII-IX веков и угроза со стороны древнерусского государства принуждает Хазар укреплять свою оборону. В 834 году они с помощью Византии, заинтересованной в их борьбе против Руси, строят на Дону, на своей северной границе, в районе нынешнего цемлянского водохранилища крепость Саркел. В это время власть в Крыму носит уже номинальный характер. Византия, занятая тяжелой борьбой с арабами и болгарами, также утрачивает здесь свое влияние. В северном Причерноморье до конца IX века наступает затишье. Поселение VIII-IX веков Благоприятная обстановка VIII-IX веков способствовала оживлению экономической и культурной жизни в прибрежной полосе Восточного Крыма. По близости от Боспора, на развалинах античных городов Торитаки, Эйнурата, Мирмекия, Киммерика, вновь возникают поселения, изучение которых в последние годы развертывается все шире и шире. Все эти памятники роднесредневековой истории Восточного Крыма имеют важное научное значение и представляют несомненный интерес для туристов. На побережье Юго-Восточного Крыма открыты такие средневековые поселения и укрепления, многие из которых выросли на местах античных селищ и городищ. Поселения VIII-IX века около села Милонова на реке Зуи, а также на берегах Салгира свидетельствуют о том, что оживление затронуло центральные и предгорные районы полуострова. Между Алуштой и Судаком, вдоль шоссе и на всем берегу можно встретить следы, а иногда и остатки построек целого ряда поселений указанного времени. Одно из них находится в устье реки Орон, близ села Морское, бывший Капсихор, где при плантажной вспашке грунта под новые виноградники были открыты пифосы, в которых хранилось вино. Многочисленные обломки гончарной посуды, золистый грунт, местами обломки печины и обожженные до красноты камни свидетельствуют о том, что на месте современного села находилось средневековое приморское поселение, обитатели которого занимались рыболовством и виноделием. Об этом говорят находки, добытые в земле или поднятые со дна моря современными рыбаками. Средневековые амфоры, рыболовные крючки и грузила, обломки железных якорей. Другое поселение того же времени находилось у подножия Чубан-Куле, большого укрепления, впоследствии превращенного генуэзскими сеньорами Гуаску в свое феодальное гнездо. По берегам ручья, впадающего здесь в море, археологи раскопали три гончарные печи, а всего их более 20, в которых обжигались глиняные амфоры. Печи хорошо сохранились. Подобные же поселения были открыты и в других местах побережья. На холмах выше села Приветное, у дороги на Белогорск, в Канагской балке, ближе к Алушке. Посещение подобных памятников придает особую привлекательность путешествию по этим местам, где современные оживленные шоссе и виноградники, здравницы и дома отдыха, утопающие в зелени среди голых скал и выжженных зноем рыжих холмов, так удачно сочетаются с древностью. Все ранне-средневековые и прибрежные поселения Восточного Крыма были связаны между собой общностью материальной культуры. В частности, одинаковые их жилые дома, глиняная посуда и другая утварь погребение мертвых совершалось здесь по одному христианскому обряду. Прямоугольные, обычно двухкомнатные жилые дома занимали по 30-40 квадратных метров и сооружались на каменных основаниях. Стены, часто сложенные в елку, были каменными или сырцовыми. Помещения отапливались большими печами, похожими по своему устройству на печи в домах Боспора позднее античного времени. Дома часто покрывались плоской черепицей, реже глиной, смешанной с соломой. Полы были глинобитные. К жилым зданиям примыкали хозяйственные постройки. В них при раскопках неоднократно встречались вкопанные в землю пифосы разной величины. Население занималось ремеслом, торговлей, земледелием. Побочно разводило крупный и мелкий рогатый скот, свиней и лошадей было немного. Трудно сказать, какими культурами засевались поля, так как раскопки поселений Восточного Крыма почти не производились. Однако обнаруженные почти в каждом исследованном доме каменные жернова указывают на преобладание зерновых культур. Среди поселений Восточного Крыма 8-1,5 веков выделяются как по размерам, так и по выгодному географическому местоположению приморское поселение на холме Тепсень в поселке Планерском. Коктебель. Занимало оно 20 гектаров, но крепостных стен, по-видимому, не имело. Это по существу был город. В его порту подводными исследованиями обнаружены остатки мола, защищавшего гавань от штормов и сложенного из больших андезитовых камней. В поселении было 5 христианских храмов. Среди них один из самых крупных средневековых храмов Крыма, размером 37,5 на 21 метр. По-видимому, в 8-10 веках здесь находился один из религиозных центров Восточного Крыма. Поселение в поселке Планерском получило широкую известность в археологической литературе. Здесь, на улице Айвазовского, оставлены незасыпанными для экскурсионного осмотра остатки двух больших домов 8-9 веков, а также могилы, обложенные каменными плитами и надгробными памятниками. К югу от поселка Планерского на мысе Мальчин тоже есть остатки средневекового поселения. Прослеживаются основания жилищ, встречаются многочисленные обломки гончарной посуды того же времени, что и на Тепсене. Вокруг Тепсеня обнаружен и целый ряд других мелких поселений. Города и поселения Восточного Крыма испытывали большую потребность в торговой и домашней таре и различной посуде. Это вызвало рост, а иногда и специализацию гончарного дела. Так, в мастерских, обнаруженных у села Мелового, было широко поставлено производство амфор. Здесь открыто несколько больших печей. Только в одной из них можно было одновременно обжигать более полутора ста таких сосудов. С товарами они попадали на Дон и Донец, и земли, занятые славянами. Расходились они и по берегам Крыма. Большое количество местных гончарных изделий, пифосов, круглодонных амфор, плоскодонных высокогорлых кувшинов с плоской ручкой, вьючных фляг обнаружено на Тепсене и в окружающих его поселениях. Столовая посуда представлена здесь с небольшими горшками и одноручными кувшинами типа ой-но-хой с фигурно изогнутым венчиком, а кухонные – с широкими плоскодонными горшками. Каждый сосуд обычно украшался гребенчатым волнистым орнаментом. Лепные сосуды встречаются редко. Найдены обломки стеклянных тонкостенных бокалов на круглых ножках. Эти бокалы по своей форме близки к позднеантичным стеклянным бокалам пантикопея. По всей вероятности, стекло вырабатывали здесь. Обнаружено большое количество стекольного шлака. Существовало тут и ювелирное производство. В большом поселении на холме Тепсень найдены литейные формы для отливки различных бронзовых вещей, поясных блях, серег и украшений конской сбруи. Вопрос о культуре и этническом составе населения Восточного Крыма 8-10 веков пока остается открытым. Некоторые исследователи, сопоставляя формы отдельных видов посуды, главным образом кухонных горшков и глазурованных сосудов, относят поселения Восточного Крыма к так называемой «салтовской культуре», широко распространенной в 7-9 веках на Дону, Донце и в Приазовье. Действительно, элементы этой культуры в Восточном Крыму встречаются. Однако в могильниках восточно-крымских поселений нет характерных салтовских погребений, сводчатых подземных камер и узких грунтовых ям с характерным для этой культуры инвентарем. Не встречено в Крыму и салтовских прямоугольных домов полуземлянок со столбовой конструкцией кровли или круглых временных юртообразных жилищ. Другие исследователи всю найденную в Восточном Крыму посуду с линейным и волнистым орнаментом относят к славянской керамике, хотя и в этом случае типологическое сходство лишь одного вида керамики не доказывает культурного, тем более этнического, тождества. Если рассматривать материальную культуру поселений Восточного Крыма не в отдельных вещах, а в комплексе, можно прийти к выводу, что она была создана, скорее всего, местным сарматизованным населением, которое осталось после гибели Баскорского царства. В 4 веке, во время нашествия гуннов, жизнь большинства поселений Восточного Крыма временно прекратилась. Уцелевшее население, как и всюду, бежало в горы, главным образом на юго-восточной побережье между Феодосией и Алуштой. Здесь, по-видимому, и продолжалось дальнейшее развитие материальной культуры позднеантичного населения Баспора. В конце 7 века, когда натиск кочевников прекратился и в степях наступило затишье, это население, вынужденное длительное время тесниться на ограниченной территории, снова расселилось вдоль приморской полосы Восточного Крыма. Вот почему в материальной культуре поселений этого времени можно проследить строительные традиции поздней античности. В отличие от жилищ так называемого салтово-маяцкого типа, раннесредневековые жилые дома Восточного Крыма по своей планировке и строительным приемам близки к жилым домам античных городов. Как и в античное время, входные двери делались на фасадах, обращенных к югу или востоку. Продолжают существовать обычаи несколько углублять полы в землю. Он появился на Керческом полуострове в VI-V веках до н.э. Кроме того, сооружаются и прямоугольные дома на низких каменных основаниях с сырцовыми или каменными стенами, сложенными в елку, с соломенными или глиняными крышами и печами позднеантичного типа. Такие жилища обнаружены на степных территориях бывших античных колоний Боспора и по близости от них. Об античных ремесленных традициях свидетельствует развитое гончарное производство и сама керамика. Пифосы, амфоры, кувшины типа ой-но-хой. Их продолжает и ювелирное производство, с давних пор процветавшее на Боспоре. Таким образом, в Крыму в VIII-IX веках перед нами предстает не салтовская культура в собственном смысле слова, а лишь свидетельство теснейших связей населения Восточного Крыма с носителями салтовской культуры. В прибрежных поселениях Восточного Крыма во время раскопок обнаружены христианские плиточные погребения без инвентаря. Поэтому трудно определить этнический состав населения, так как плиточные могилы имеются не только в Крыму, но и на Кавказе, и в других местах. А до принятия христианства на территории, где были распространены плиточные погребения, жили разные племена. По арабским письменным источникам, в VIII-IX веках у славян складываются крупные политические объединения. Куявия – Киевская земля, Славия – Новгородская земля и Артания, по-видимому, Причерноморье и Приазовье. С этого времени начинаются походы славян-русов на юг, главным образом через Крым. Возможно, в связи с этим, представление о русах в IX веке как у византийцев, так и у арабов тесно связывалось с представлением о Крыме. Основываясь из литературных данных, в частности на греческой литературе, житие Стефана Сурожского, житие Георгия Ама-Стрицкого, советский историк Насонов предполагает, что уже в первой половине IX века, а может быть ранее, существовали русы, осевшие в Крыму. Об этом свидетельствует отраженный в летописи крымский поход новгородского князя Бравлина, захватившего на рубеже VIII-IX веков все побережье от Курсуня до Корчева, на котором расположены упомянутые выше поселения. О том же говорят и походы Руси в конце второй половины IX века на Малоазийской побережье Черного моря от Припантиды до Синопа. На рубеже IX-X веков усилилась мощь русского государства, на исторической сцене появились печенеги. Под их давлением Хазария ослабла. Приутихло в это время и арабское наступление на Византию. Воспользовавшись этим обстоятельством, она в первой половине X века начинает борьбу с Хазарией за Крым. Русские же дружины, продвигаясь по Днепру и Дону на юг к берегам Черного моря, сталкиваются с Византией и в течение всего X века при Игоре, Святославе и Владимире ведут с ней борьбу. Для того, чтобы прочно осесть на берегах Черного моря, древнерусскому государству нужно было освоить и закрепить за собой Южные степи, искренне являвшиеся ареной вторжения кочевых ворб из Азии. Славяне заселяли их с большим трудом. Кочевники во время своих набегов разоряли города и села, убивали жителей, уводили их в плен и продавали в рабство. По словам византийского писателя Феофилакта Бангарского, их набег – удар молнии, их отступление тяжело от множества добычи, легко от быстроты бега. Нападая, они всегда опережают молву, а отступая, не дают преследующим возможности о них услышать. В конце IX и начале X века обширные степные пространства от Дона до Дуная, в том числе и степи Крыма, захватили Печенеги. Продвигаясь на запад, они уничтожали многочисленные салтово-маяцкие поселения на Дону и Донце, не избегли этой участи и поселения Восточного Крыма. Жизнь в них опять прекратилась. Однако, в 944 году, во время похода князя Игоря на Константинополь, Печенеги стали союзниками русских. Грозная опасность побудила Византию заключить с Игорем мирный договор, один из пунктов которого обязывал русского князя не пускать подвластных хазарам черных болгар воевать в Корсунскую страну. Черные болгары жили между Доном и Устьем Кубани. Можно предполагать, что в начале 60-х годов X века хазары пытались восстановить свою власть в Крыму, пользуясь тем, что Византия была занята тяжелой войной на Востоке, а не снова вторглись в Крым. По-видимому, во время этого вторжения жизнь во многих поселениях Восточного Крыма опять замерла, а жители их ушли в горы или через пролив на Таманский полуостров, где несколько позднее возникло Тмутараканское княжество. Через это княжество проходил теперь русский торговый путь в Греки. Она являлась важным форпостом древнерусского государства. Родина русских. Византийец Лев Диакон в рассказе об отступлении князя Игоря после их неудачного похода на Византию в 1901 году говорит об оспоре Кемерийском, как о родине русских. Он же пишет также, что византийский император принимал меры, чтобы не дать войскам Святослава уйти в свое отечество Боспор Кемерийский. Таким образом, письменный источник подтверждает, что в X веке в Тмутаракане имелось русское население, управляемое русскими князьями. Границы Тмутараканского княжества точно не определены, но ясно, что оно занимало Таманский полуостров в часть Керченского столицы. Княжества был город Тмутаракань или Матарха. Так назывался он в византийских источниках. В повести временных лет упоминается, что Тмутараканское княжество в 1988 году было политически самостоятельным государством. Еще Святослав, понимая значение этого края для связи удобными водными путями с Востоком, разгромил хазарскую крепость Саркел, укрепленный пункт Тамань и открыл этим путь русской торговли. Окончательно закрепил за русскими Тмутараканское княжество князь Владимир. Населяли его в основном Касоги, Ясы и другие народности. Часть их служила в дружинах русских князей. В 1061, 1067 и в 1073-1074 годах в Тмутаракане проживал летописец Никон. Он рассказывает о политических событиях, происходивших как в самом княжестве, так и в Северном Причерноморье. После взятия Херсона Корсуня в 1988 году князь Владимир включил Тмутараканское княжество в состав Киевского государства и посадил на его престол своего сына Мстислава, известного под именем Мстислава Храброго. В 1024 году князь Мстислав стал владетелем Черниговских земель, чем было положено начало честной связи Тмутараканского княжества с Черниговым. С 1054 года после смерти князя Ярослава вследствие развития на Руси феодальных отношений и стремления князей к политической обособленности Тмутаракань переходила из рук в руки сепаратистские стремления князей были на руку Византии, которая видела в Тмутараканском княжестве опасного конкурента на Черном море и умела пользоваться княжеской междоусобицей. Иногда Византия искала помощи у Руси и для потоления непокорных ей крымских городов. Так, в 1073-1074 годах обитатели Херсона и Сугдеи, не добившись требуемых имя от императора привилегий в торговле, восстали против власти представителей Константинополя. Византийский император сумел договориться с русскими князьями Владимиром и Глебом и они во главе своих дружин выступили против этих городов. По-видимому, постоянное вмешательство в Руси и в крымские дела являлось в те времена вполне обычным и было обусловлено важным экономическим и политическим обстоятельствами. Если главным военно-политическим оплотом Византии в Северном Причерноморье в XI веке оставался Херсон, то восточная часть полуострова уже восла в состав русского Томутараканского княжества, расположенного по обоим берегам Керченского пролива, на большом торговом пути из Европы на восток. Русские купцы вели тогда значительную торговлю с крымскими городами, особенно с богатой Сугдеей. Куда они сбывали свои товары, главным образом пушнину, и где могли покупать заморские изделия и предметы роскоши. Некоторые советские ученые, основываясь на ряде арабских исторических источников, высказывают мнение, что в то время в городах Восточного Крыма в Салхате, Сугдее и других, а также в владениях Томутараканского княжества проживало значительное число русичей, а крымские купцы, греки и итальянцы, армяне, возили свои товары на Русь. Вещественных памятников, относящихся к Томутараканскому княжеству, пока известно мало. Среди них особый интерес представляет так называемый Томутараканский камень, плита с надписью, в которую упоминается русский князь Глеб. Надпись это гласит, в лето 6576-го индикта 6, то есть в 1068 году, Глеб князь мерил море по льду от Томутараканя до Корчева, 14 тысяч сажен. Этот камень, найденный в 1792 году около станицы Томанской, дал возможность решить вопрос о местах нахождения Томутараканского княжества. Дошли до нас и 5 русских свинцовых печатей примерно 1079-1081 годов с именем Ратибора Киевского, исполнявшего до 1081 года в Томутаракане должность посадника. Одна из печатей была найдена в Киеве, две в Крыму, в Яне-Кале близ Керчи и около Севастополя, две на Томанском полуострове. Ратибор был послан в Томутаракань киевским князем Владимиром Ярославовичем. Арабский географ Идриси в своих записках, датированных 1159 годом, называет Керченский пролив «Устьем Русской реки». Он упоминает также неизвестный теперь город Русска в Керченском проливе. Этот город наряду с Матархой фигурирует и в договорах византийских императоров с генуэзцами, заключенных в 1169 и 1192 годах. Среди остатков Томанского городища найдены в разное время три серебряных монеты, на одной стороне которых изображение архангела Михаила, а на другой славянская надпись «Господи, помози Михаилу». Монета эти были выпущены, по-видимому, между 1084 и 1094 годах при Олеге, в православном крещении Михаиле, сыну черниговского князя Святослава Ярославовича, о котором в слове о полку Игореве говорится, что он мечом крамолу куваши и стрелой по земле сияши. Кроме того, в 1912 году была найдена свинцовая печать Олега Михаила и свинцовая печать его жены, знатной гречанки Феофании, архонтесы Руси, на которой он женился, будучи в Византии. В 1870 году около Лысой горы в районе Таманского городища был открыт могильник 11-12 веков. Здесь обнаружены медные, золотые, височные кольца киевского типа и другие вещи, более-менее характерные для славянских погребений. Предполагают, что это русский могильник Тмотараканского княжества. Раскопки, проведенные в наше время на территории Таманского городища, расширяют сведения о Тмотараканском княжестве и его столице. К сожалению, материалы о них до сих пор не опубликованы. То, что известно по отдельным докладам, сообщениям и статьям, позволяют делать вывод, что здесь был крупный город средневековой Руси. В Корчеве, одном из городов Тмотаракани, была и есть сейчас церковь Иоанна Предтечин. Теперь в современной Керчи она находится на площади Льва Толстого. Рядом с ней, со стороны алтаря, ведутся раскопки средневековых зданий древнего Корчева. Строительные остатки разных периодов Средневековья перекрывают друг друга, но все они имеют общую планировку. Улицы города на этом участке были с самого начала ориентированы в соответствии с храмом и вели к нему. Храм, крестово-купольное здание, купол на высоком барабане, который поддерживает паруса и арки на четырех столбах, опирающихся на стройные мраморные колонны с виндонтийскими капителями. Как показали раскопки недавних лет, эта церковь была воздвигнута на фундаменте более раннего храма, имевшего форму базилики. Для новой постройки, по-видимому, были использованы колонны и капители от старого здания. Надпись на одной из них датируется восьмым веком. Внутри церкви по времени близко знаменитому Тмотараканскому камню князя Глеба на столбах паридонтарной арке и под штукатуркой середины XIX века открытой фрески, стиль которых приближается к ранним произведениям великого художника XIV века Феофана Грека, работавшего в Константинополе, Кафе, Сураже, Новгороде. В результате раскопок исследователи склоняются к мнению, что храм был построен, если не считать предшествовавшие ему базилики, в период расцвета от Матараканского княжества в X-X-XI веках. Русские же фрагменты, которые мы видим, могла быть исполнена позднее, когда на месте Корчева появилась генуэзская крепость Баспора, искаженная от Баспора. Тмольтараканское княжество, вероятно, дожило до начала XIII века до вторжения в русские степени татаро-монгольских орд. Точнее установить время его гибели трудно. Последнее упоминание о нем в летописи относится к 1094 году, к той поре, когда в степях появляются половцы. Однако тут мутараканские города Корчев и Матарха упоминаются и в конце XII века, в 1169 и 1192 годах и позже в договорах византийских императоров с генуэзцами. В XII веке половцы, захватив почти весь Крым, начали везти на Черном море широкую торговлю, центром которой стал Судак. В этой торговле деятельное участие принимали и русские купцы, среди которых, возможно, были мутараканцы. Археологические раскопки 1964 и 1965 годов в Судаке открыли остатки приморской торговой слободы Сурожа. Ниже портовой башни Астагвера обнаружены основания жилых домов XIII века. В одном из них найден на полу бронзовый крест художественной работы, рельефное распятие с фигурами ангелов и святых и надписью на древнерусском языке. Эта вещь, отлитая по одной форме с известным русским крестом из Корсуня, проливает свет на целый ряд близких ей находок в разных местах полуострова. Все они свидетельствуют о существовании русских церквей и приходов, о том, что Русь обживала Восточный Крым прочно и на длительное время. По всей вероятности Этму Таракань перестала существовать как самостоятельное государственное образование из-за княжеских расприй, значительно ослабивших как само княжество, так и киевское государство. На существование Этму Таракани не могли не оказать сильного влияния и постоянные столкновения с врагами. Об этом сообщает русская летопись. Она рассказывает, например, что в 1079 году Тараканский князь Роман был убит половцами, а князь Олег схвачен хазарами и выдан Византии. В другом месте летопись повествует уже о взаимоотношениях между самими князьями. В 1094 году Олег выступил совместно с половцами против киевского князя Владимира Мономаха. Есть основания предполагать, что Тму Тараканское княжество погибло в начале XIII века, когда на Северное Причерноморье обрушился новый враг Монголо-Татарской Орды. Оторванное от Руси княжество исчезло со страниц истории точно мираж, а его земли в Восточном Кругму сделались легкой добычей генуэстов.